В условиях общей атмосферы недоверия и конфронтации Азербайджан предлагает всему миру модель безопасного сосуществования, призывает посредством диалога дать отпор всем, кто стремится к нагнетанию противостояния между носителями различных культур. В 2008 году президент Азербайджан Ильхам Алиев предложил бакинский процесс как интерактивную международную платформу, которая поощряет диалог между исламской и западной цивилизациями. Азербайджан, пострадавший от агрессии Армении, хорошо понимает, как важно сегодня двигаться к миру и безопасности. Уже много лет, как мы столкнулись с проблемой армянской оккупации. Армения уже более 25 лет оккупировала исторические земли Азербайджана, Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. Это грубое нарушение международного права. Наше население подверглось политике этнической чистки. В результате армянской агрессии и оккупации более 1 миллиона человек стали беженцами. Организация исламского сотрудничества дважды направила на оккупированную территорию миссию по расследованию фактов. Их отчёт свидетельствует о разрушении нашего исторического наследия, исторических и религиозных памятников. Азербайджан, в отличие от многих стран, бережно относится к культурам других народов. На протяжении веков здесь мирно проживали представители различных этнических групп и религий. В стране всегда царила атмосфера религиозной толерантности, заявил президент Ильхам Алиев. Стратегическое расположение Азербайджана привело к тому, что страна стала важным мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом. Вместе со своими соседями и партнёрами мы добились соединения Каспийского, Чёрного и Средиземного морей посредством сети трубопроводов. Таким образом, обеспечена энергетическая безопасность как наших соседей, так и многих других государств мира. Сегодня мы работаем на завершении Южного газового коридора. Этот проект, находящийся на новом этапе, принесёт выгоду семи странам, которые он объединяет. Лидерство Азербайджана в крупных международных инфраструктурных энергетических проектах послужило усилению его авторитета на международной арене, признанию его важной роли в вопросах международного и межкультурного сотрудничества. Эльна Ромамедова, CBC